Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Тема сегодня почему для Лукашенко экономика номер один. Тема на самом деле очень важная, она касается и оппозиции и общества и властей. Мы недавно наблюдали за тем как проходят демократические форумы и честно говоря на этих форумах место экономики было маргинальным. На нее чуть-чуть говорили формально, выступление не очень убедительное и экономика так бы скажем так безусловно проигрывала и каким-то кулуарным сплетням, сколкновением, кадровым назначением, силовым вариантом. Экономика была собственно на затворках и тут выходит Лукашенко и говорит экономика номер один, экономика, экономика и все. Если будет экономика, будет все остальное в порядке. Почему же такой контраст между тем, что говорит Александр Лукашенко и тем, что думает и как действует оппозиция. Почему оппозиция не считает, что экономика номер один? Для того чтобы опять-таки укрепить свои позиции в обществе, расширить свое доверие к себе и безусловно получить новых сторонников. И здесь я думаю кроется как раз ключ загадки, почему за последний год количество сторонников Лукашенко чуть-чуть приросло, количество между тех, которых интересует чарка-шкварка, а не политика увеличилась, а количество оппозиции чуть-чуть уменьшилось и опять-таки составляет безусловно меньше одной трети. Именно потому что экономика номер один. И вот почему Александр Лукашенко понимает, что экономика номер один, потому что это пенсии, это зарплаты, это рабочие места, это цены, это жилищное строительство, это значит здравоохранение, это образование, это все, все что может стать источником опасности Александра Лукашенко воплощено в лозунге экономика номер один. Бунт пустых кастрюль не бывает, если экономика хорошая. Забастовки не бывает, если экономика хорошая. Есть заказы для предприятий, они работают, сбыт организован, даже если там самые независимые профсоюзы. Не бывает пустоты и итальянской забастовки учителей и значит врачей, если есть полный бюджет, если можно повышать заработную плату до условных 500 долларов хотя бы для высшего, да, для топ-врачей и поликлиник. Потому что на самом деле это тоже какое-то социальное мерило. Даже если инфляция 20 процентов, но опять-таки, как говорят на войне, как на войне, не до жиру быть бы живым. И вот ставка такая на экономику, на то, что близко каждому человеку, безусловно, является частью пропаганды, частью пиар компании самого Лукашенко. Рабочие места я создаю, цены я держу, загрузку предприятий я обеспечиваю. И тут вопреки всему тому, что есть санкции, вопреки тому, что идет война, вопреки тому, что мы это якобы спасаем страну от войны, но у нас все работает чики-чики. Вот, посмотрите, транспорт ходит, вот школы открываются, вот у нас большой безработицы нету, потому что мы не запрещаем кого-то увольнять. И в этой системе, в этом логике, естественно, кроется то, что Лукашенко опять в глазах своего электората, также тех 40 процентов, которые находятся межпосерединке, выглядит, ну, прагматичным правителем, который, конечно же, не имеет легитимности, которая была у него даже до 2020 года, но, тем не менее, он хозяин сия ЗАО Беларуси и, собственно, пользуется этим привилегиями не только для того, чтобы набивать себе карманы, строить дворцы, как это делает Путин и его окружение, но также чуточку-чуточку заботится о себе и, по крайней мере, не забирает, не, собственно, влазит в карманы белорусского обывателя и белорусского даже предпринимателя, потому что какие-то послабления, связанные с тем, чтобы работать за нам, чтобы заниматься там схемами параллельного импорта, он также делает. И вот эта хитрость, это прагматизм, это то, что, безусловно, является частью управленческого комплекса ЗАО Беларусь. Почему же белорусская оппозиция не делает такого же, или, по крайней мере, не делает вызов относительно тому военному коммунизму, тому госплану, который делает Лукашенко во время, в 2022 году? Почему нету ни альтернативы по денежно-кредитной политике, по налоговой политике, по социальной, торговой политике? Ни почему? Кроме того, что, когда мы выиграем, у нас будет 3 миллиарда долларов план Маршалла, который, собственно, будем реализовывать. Разве это подход основан на здравом смысле экономической науке? Отнюдь нет. Каждого для того, чтобы убедить человека, а в Беларуси, не будем забывать, что 28 лет люди живут в режиме очень резко ограниченного информационного поля, последние 15 лет в режиме активного зомбирования российской и белорусской пропаганды, естественно, не думают через желудок, через холодильник, через полки магазинов, которые, да, чуть-чуть изменились, но изменились для среднего класса, изменились для тех людей, которые бы хорошо зарабатывали. А вот для бакановенного человека, ну, было 10 видов молока, станет 7. Ну, это, конечно, печально, или там 10 йогуртов станет 4. Не будет какого-то там особого творожка. Ну, да, но это будет, опять-таки, заметно, может быть, в крупных городах и не более того. Поэтому, друзья, на мой взгляд, когда Лукашенко говорит экономика номер один, он выглядит выигрышнее, чем те люди, которые занимаются склоками, обвинениями взаимными, а также какими-то процедурами, которые, на самом деле, может и важны с точки зрения, там, переформатировки или консолидации оппозиции других сил, но для того, чтобы помочь белорусам в Беларуси, уж точно это никак не нужно, потому что им нужно понимать, что будет для обыкновенного человека, для предпринимателя, для директора даже, для бюрократа лучше, выгоднее по сравнению с той моделью военного коммунизма, которая сегодня есть в Беларуси. И на эти вопросы нужно отвечать уже сегодня. И эти вопросы нужно доносить до каждого белоруса внутри страны для того, чтобы увеличить его поддержку и желание жить в новой свободной капиталистической стране. Спасибо большое за ваше внимание. Будьте на экономике здравого смысла. Живи Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!